Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Я Бахтина Елена, по специальности врач-акушер-гинеколог, но уже больше 15 лет блогер, 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 то есть я говорю на темы здоровья, даже на те темы, которые болячками-то не являются, но они приводят человека к более высокому уровню здоровья и комфортному ощущению в собственном теле. Я этому очень рада. Поэтому на моем канале собралось огромное количество видео на эти темы всяческие наши. Подпишитесь, активируйте колокольчик, и пусть он вам сообщает каждый раз, когда я в прямом эфире или приготовила для вас какой-нибудь сюрприз. Это бывает два раза в неделю. Подпишитесь, не пропускайте. А сегодня я хочу ответить на вопрос, который, я знаю, уже начинается такая группа вопросов. Лена, аллергия? Лена, только первые весенние цветочки, у меня уже нос течет, глаза чухаются и так далее. Аллергия, бронхиальная астма, обострение, аутоиммунные процессы по всем, по всем, по разным органам. Что с этим делать? Что попить, спрашивают? Или, что есть? Или, а можно есть вот это при аллергии? И так далее. Вопросов, наверное, тысяча и одна. И один. Очень много вопросов. Это все потому, что не сформировалась общая концепция у нас с вами. Я вам так скажу. По аллергиям медицина бессильна. Аллергологи и умонологи разводят руками и говорят, мы бессильны перед этой аллергией, потому что. Да потому что они не работают с физиологией, потому что они работают с патологией, а мы с вами, хитрые такие, возьмем и начнем работать с физиологией. Ну, смотрите, в любом случае аллергия – это определенная частная проблема, но так как она родилась в этом организме и живет в этом организме, это проблема, нам нужно разобраться и с физиологией питания, и с физиологией движения, и с физиологией питья воды. Ну, в общем, совсем нужно разобраться, поймите. И не бывает одного простого ответа. Например, девочка говорит, ой, у меня поленос весенний, что нужно делать? Вот и как, вы думаете, я должна ответить на этот вопрос? Я спрашиваю, как давно у вас поленос? Лет более 20. Очень хорошо. На что рассчитывает эта женщина, когда задает мне этот вопрос? На что вы рассчитываете, когда задаете мне вопрос? У меня аутоиммунный тироидит, 15 лет, 10 из которых я на гормонах. На что? Я думаю, что не на быстрый, не на блиц, это не блиц ответ. Я думаю, что вы хотите понять, что произошло в организме, на какие зоны вы можете повлиять, чтобы организм, как самовосстанавливающаяся система, разрулил все это. И давайте я буквально проведу по блокам. Первый блок в питании, так как я нутрициолог, и в основном питанием занимаюсь, это, безусловно, белковый компонент вашего питания. Есть белок при аллергии и его не допереваривать, это путь в аллергии аутоиммунное состояние. Но не есть белок при аллергии и его не переваривать, это путь к синдрому раздраженного кишечника, или он сейчас называется синдром дырявого кишечника, когда клеточки энтероциты разошлись, и весь хлам из просвета кишки прямиком попадает в кровь. Кровь нестерильная, кровь имеет большое количество токсинов, в кровь попадают обломки недопереваренного белка, иммунная система говорит, о, приехали, она поела, а у нас работы еще на 6,5 часов, словить недопереваренные пищевые белки, сделать из них комплекс антиген-антитела, а потом вот этот комплекс ходит по всему организму, плавает в крови и куда-нибудь садится. У кого-то на щитовидную железу, кому-то в суставы ревматоидный артрит, кому-то на кожу, это будет кожное проявление аллергии, кому-то в бронхиальное дерево, это будет бронхиальная астма, кому-то на слизистую носа, это будет поленоз, ну, по крайней мере, повышение чувствительности к нормальным агентам, к нормальной пыльце, ненормальная чувствительность и так далее. Понимаете, я много могу говорить на эту тему, но надо разобраться с белком. С чем еще нужно разобраться? Нужно разобраться, безусловно, с углеводами. Травмирующий момент углеводы в механизме развития аутоиммунных аллергических заболеваний – это гликация. Помните, глюкоза, которую не успел схватить инсулин, она убивает, она уродует белки тела до неузнаваемости, и они становятся аллергенами. И опять поела, а организм потом выгребает из ситуации, когда человек всего лишь съел пиццу и запил пиво, всего лишь. А на самом деле огромное количество трупов или белков, которые поменяли свою структуру, и иммунная система их видит как инородные. С этим надо разобраться. Следующий момент – через водичку, если пойти. У меня есть одна знакомая, которая рассказывала, как ее муж вылечил ее от бронхиальной астмы. Он использовал два основных механизма – распаивание, причем щелочными водами, и физическая нагрузка. Бронхиальная астма была такая, что она не могла пройти 10 метров быстрым шагом. Она задыхалась и постоянно была на спреях, в том числе на гормональных. Муж запросил у нее разрешение. «Можно я тебя вылечу, только ты на меня не обижайся?» Она сказала, вылечи меня, я не буду на тебя обижаться. Какое было ее удивление, когда завтра в 6 утра он ее поднимает и гонит на пробежку. Она идти-то не может, а он ее гонит. С сальбутамолами, с чем угодно. Но они добегали до речка, излученная Днепра. И он в любую погоду, в любой там снег, дождь, жара, ему вообще все равно. Вот он вместе с ней окунался в эту воду, иногда в прорубь. Ну, в общем, как не повезло сегодня. В конечном итоге она расходилась, она разбегалась, она подхудела, она стала меньше пользоваться сальбутамолами и так далее. И в конечном итоге она выздоровела, но ему этого не простила. Они в конечном итоге развелись. Что по распаиванию? Он рассчитал суточную норму воды для нее и делал из этой воды половину объема подсоленной водичкой. Как рассчитать пропорцию? Это 1 чайная ложка на 4 литра воды. Получается изотонический раствор натрия хлорида. И вот на распаивание всего лишь и на вот такой жестокой физической нагрузке она вышла из этого состояния. Это по поводу воды. Следующий момент, с которым нужно разобраться. Это, безусловно, накопление в межклеточном пространстве огромного количества условно-патогенной микрофлоры, грибы, личинки глистов, хламидии, мекоплазмы, уреоплазмы. В просвете кишечника живут не те. Вот если бы те жили, все было бы нормально. На коже живут не те. В ротоглотке совершенно не те. Во влагалище бесконечной молочницы. До тех пор, пока вы не изведете этот отряд жрущих ваши внутренние ресурсы, ну то есть пищу, какащие пищащие ваши внутренние среды, закисляющие внутренние среды микроорганизма, до тех пор, пока вы их не уберете, добра не будет. Поэтому я не знаю, как вести людей с аллергиями, аутоиммунными заболеваниями без программ биологического очищения организма. Вот этот момент нужно учесть. Следующий момент, который нужно учесть, аллергия это на микроуровне, это воспаление. Поэтому мы можем поработать с гистаминообразованием, мы можем поработать с проницаемостью кровеносных сосудов. Это тоже делают травы. Но в общем, почему я не говорю о глютене, почему я не говорю о лектинах, потому что это, да, это важно. Но люди не делают важного. И думают, что вот этот вот глютен, вот они поконтролируют его, и все встанет на свои места. Надо сделать реально важные вещи. Я немножечко вам рассказала о реально важных вещах. Вы понимаете, сколько у меня этой информации. Я хочу вам ее передать. У меня есть прям записанный, уже записанный курс, который называется «Аллергия и аутоиммунные заболевания. Пути выхода». И этот курс вы можете кликнуть под этим видео, там, кажется, называется «Каталог продуктов», или найдите официальный сайт «Каталог продуктов» и найдите этот курс. И просто купите себе его, и поживите с ним, и дайте этот себе результат, и поделитесь этим результатом со мной, потому что до тех пор, пока аллергологи разводят руками, иммунологи говорят, у нас нет механизмов выхода, мы спокойно с вами выйдем. Просто на белке до переваривания, на ограничение углеводов, на физической нагрузке, на воде, на ощелачивание, на контроле биологических сред организма от условно-патогенных и на многом другом мы с вами вырулим. Я же вижу таких людей. Свой результат мой сказать? Я с пяти лет аллерген. С пяти лет я не могла понюхать ни один цветочек, даже просто в оранжерею зайти, потому что сопли не в два ручья, а просто один общий ручей сопель. Когда я уже училась в институте, у меня уже бронхиальная астма начиналась. Я поняла, что такое экспираторная дышка, небо на слышке, когда вдох не затруднен, а выдох. Я не могу полноценно сделать выдох, поэтому не могу полноценно сделать вдох. Я уже себя представила с этими спрейчиками, но я уже на тот момент знала, как медицина лечит бронхиальную астму. Не-не-не-не-не, ребят, я еще успею стать инвалидом с таким-то лечением, понимаете? Поэтому всегда берем себя в свои руки. Мы не противопоставляем себя официальной медицине, принимаем всю помощь официальной медицине, но бронхиальная астма, аллергия, аутоиммунный процесс – это ваша личная ответственность. Ваша личная ответственность в каждом приеме пищи, в каждом дне, в каждой возможности физическая нагрузка, которую вы просто проигнорировали сегодня, ведь так проигнорировали, в каждом выпитом стаканчике воды – ваша личная ответственность. Записывайтесь на курс, задавайте вопросы, я знаю, что у вас все получится так же, как получилось у меня, видите? И не сопель, ничего нет, все хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова